Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире программа «На связи с муниципальной властью». Как всегда, по средам я, Андрей Острик, с вами общаюсь с нашей муниципальной властью. Сегодня у нас в гостях мэр нашего города. Добрый вечер, Александр Федорович. И сегодня мы поговорим о тех событиях, которые произошли, собственно говоря, на этой неделе. Некоторые из них достаточно знаковые, некоторые... Ну, собственно говоря, дальше посмотрите, звоните нам в прямой эфир, номер телефона вы видите на своих экранах. И так, Александр Федорович, первое, с чего начнем, одна из таких, ну, наверное, долгожданных новостей для целого района нашего города, это то, что был объявлен тендер, наконец, на постройку линии электропередач для электротранспорта в бывший корабельный район. Нет, нет, нет. Значит, прошу вас не путать, это объявлен тендер на постройку троллейбусной линии в микрорайоне «Намыв». Ага. Вот расскажите об этом чуть немножко поподробнее, когда, во-первых, ну, когда этот тендер будет осуществлен, когда планируется завершение работы и, собственно говоря, и параллельно вот, что нас там ждет в корабельном районе. Ну, на сегодняшний день, значит, по развитию троллейбусной инфраструктуры. На сегодняшний день мы понимаем, что из электротранспорта нам дешевле всего развивать, пока на сегодняшний день, вопрос в плане развития инфраструктуры – это троллейбусные линии. Трамвай – это дорого сейчас, хотя на самом деле это на сегодняшний день является самым, остается самым дешевым способом, ну, скажем, эксплуатации трамваи. Но прокладка линии очень дорогая. И второе – это является современным, потому что новые трамваи, они ездят быстрее, у них делают отдельные линии, дороги, ну, и, собственно, весь мир движется к тому, чтобы увеличивать количество трамваев. Трамваев или троллейбусов? Трамваев. Троллейбусы – это тоже, ну, скажем, на сегодняшний день является все-таки экономичным видом транспорта, потому что это использует возобновляемую энергию электрическую. И, конечно же, мы планируем пока, имея наши ресурсы, финансы, продолжать развивать этот вид транспорта. На сегодняшний день объявлен в пятницу, в прошлом был объявлен тендер на закупку услуги по строительным работам, троллейбусной линии, которая будет идти на намыве от кольца и полностью закольцовывать, там, где сейчас есть троллейбусное кольцо, и будет закольцовывать полностью по улице Лазурной, весь намыв, и уходить, ну, обратно в город. То есть, фактически, мы будем иметь возможность, во-первых, мы этим проектом сейчас посмотрим, и насколько, ну, скажем, наши мощности проектируемые, и желание проектно-сметной документации совпадают с реальными ресурсами, которые мы затратим на работы. Ну, для меня это важно. Почему? Потому что очень часто мы проектируем одно, а по факту выходит другое. Это впервые за долгие годы мы строим новую троллейбусную линию. Я очень надеюсь, что тендер уменьшится. Ну, по факту мы уменьшим стоимость, нежели та, которая дана проектная у нас сегодня. В дальнейшем у нас в этом году до конца года мы должны провести работу по как раз проектированию троллейбусной линии от Кольца на Площади Победы до Жуковского Кольца. В этом году мы также планируем добить освещение от того метра. На перегоне, да, мы сделаем кольцо, ну, завяжем кольцо под освещение, также установим опоры для того, чтобы их можно было потом в последствии использовать под троллейбус и планируем от того момента, где мы закончили на перегоне до 295-й стрелковой дивизии, до поворота сделать, до Т-образного перекрестка. Таким образом, мы сможем в этом году запроектировать полностью троллейбус, а в следующем году перейти к его монтажу. С учетом того наших планов и идеи по внедрению электронного билета, пока же, опять же говорю, я не люблю обещать, потому что, ну, ситуация может поменяться, еще что угодно, может там недостаток финансов быть или еще что-нибудь, но на сегодняшний день есть идея, это внедрение электронного билета, который будет действовать по времени, на час, на сутки, там, на неделю, там, на месяц. Может быть, неделю мы уберем, то есть фактически будет билет, который будет действовать час и сутки и проездной билет, который можно будет купить на месяц. Фактически, и в чем идея? Идея в том, чтобы, например, жители Корабельного района, имея возможность использовать социальный транспорт, который мы также планируем, и который проект кредитного соглашения с Европейским банком реконструкции и развития, мы одобрили на сессии городской. Вот мы сейчас об этом поговорим отдельно, давайте вот пока... Идея в том, что, имея наш городской коммунальный транспорт, мы сможем иметь билеты, которые будут действовать по часу. То есть фактически вы заходите на компостер, компостируете свой электронный билет, и, допустим, если вы находитесь в отдаленной точке Корабельного района, вы доезжаете по этому билету до кольца, там вы пересаживаетесь на троллейбус, то есть в эту же цену за этот же билет, вы его проводите, и он у вас срабатывает еще по времени, и двигаетесь, куда вам нужно, куда вам необходимо. То есть фактически на сегодняшний день мы можем понимать, что за час мы можем добраться из одного конца города в другой. Вот это то, что большая проблема, что жители жалуются о большом количестве пересадок. Александр Федорович, давайте мы сейчас ответим на вопрос нашего телезрителя. Добрый вечер в эфире, слушаем вас. Добрый вечер, Елена Григорьевна. Я хочу обратиться к нашему мэру. Скажите, пожалуйста, кто позволил вам вместо 61-го коммунара оставить развлекательный центр? Вы уничтожили каток на Надежде, вы порезали деревья во всем городе, вы сказали, что мы не любим Николаев, жители Николаева. А вы любите наш город? Что вы сделали для нас хорошим? И как, вы построили 61-й коммунар? Спасибо. Этот вопрос мы обязательно сегодня поднимем. Он был следующим. Вы чуть-чуть забежали наперед. Ну, давайте тогда на него ответим, коль поступил запрос. Многие очень большие баталии развернулись вокруг вашего заявления о том, что 61-й завод нужно снести и вместо него построить что-то иное. Ну, давайте тогда более расширенный комментарий, потому что очень сильно выдернут из контекста много вещей. Ну, смотрите, во-первых, хотел бы обратиться, действительно, что очень много средств массовой информации у нас стараются, ну, скажем, донести какую-то сенсацию, при этом вырвав ее из контекста. Ну, во-первых, начнем с самого главного. Влияет ли городской голова на завод 61-го коммунара? Ответ – нет. Этот завод находится в государственной собственности, подчиняется Министерству обороны, а точнее его предприятию Укроборонпром. То есть ни городской голова, ни городской совет, ни даже губернатор не влияет на этот завод, на его территорию и так далее. На сегодняшний день есть работники завода, которые не могут получить свою зарплату, которые выходят с митингами и так далее, они обращались, и коллектив обращался, и ко мне, и так далее. Мы не можем повлиять на этот вопрос. Если бы кто-то из граждан Николаева попал на территорию этого завода, он бы увидел, что завод на сегодняшний день представляет из себя просто печальное зрелище. Ну, у меня была возможность, я мог увидеть этот завод изнутри. Я думаю, что нужно снять передачу, хотя это территория режимного объекта. Вряд ли можно будет просто так снять это все, то, что там находится. Я думаю, что переговорив с работниками завода, которые еще там, их там небольшое количество работает, можно убедиться в том, что завод находится просто в плачевном состоянии. И в рамках вот этой беседы с молодежью я говорил о том, что на сегодняшний день я не верю в восстановление этого завода. Я честно говорю, нашим людям просто очень часто врут, обманывают их и тешат их надеждами, особенно на выборах, восстановим там и так далее. На сегодняшний день при всех наших желаниях Николаевцев, при отсутствии специальных экономических зон, при отсутствии специального инвестора, который захочет сюда прийти инвестировать, восстановить завод собственными силами мы не сможем. У нас есть конкуренты Китай, Корея, которые занимаются и эти суда строят очень быстро по новым технологиям. У нас на сегодняшний день и судостроители остались, ну просто от былой судостроительной славы остались просто крохи. И то, это люди, которые делают не благодаря, а вопреки. Это и Небулон, который строит себе суда, который строит баржи, который строит буксиры. Это компании, которые строят яхты. И ну как бы былой славы, той, которую на сегодняшний день, которую мы вспоминаем все, нам достичь невозможно. Поэтому, о том, чтобы разломать завод 61-го коммунара, я не имею на это никаких полномочий. Мне все там Сенкевич сказали, что надо разрушить и построить торгово-развлекательный центр. Я говорил о том, что... Сейчас вообще вот наш зритель заявил, что вы его уже разрушили. Да, то есть есть просто, скажем так, люди, которым нравится делать сенсации из ничего. И на самом деле есть простой пример. Примерно такой же город, который находится в Испании, называется Бильбао. У него была точно такая же судьба. Город, который пережил период индустриализации. На сегодняшний день вот такой же завод, который был в центре города. А идея в том, что у нас проблема этого завода в том, что он находится в центре города. То, что для того, чтобы заходили туда, надо разводить два моста. То, что нужно, чтобы фуры, которые будут возить какие-то там инструменты и так далее, в смысле материалы, должны будут разбивать дороги в центре города. Примерно по такой же технологии пошел город Бильбао и там сделал такой, в центре города сделал, ну, скажем так, уголочек искусства, культуры и так далее. То есть на сегодняшний день там построен музей Гугенхайма, который приносит миллионы долларов. Очень знаменитый музей, да. Да, который, и эта вся ситуация была построена вокруг того, что давайте не будем вспоминать о том, как было, давайте посмотрим на то, как есть и как может быть. На сегодняшний день, при всем моем уважении к работникам завода, я считаю, что нужно признаться в первую очередь себе, что на сегодняшний день завод разграблен, завод в то время, пока там непонятно какие были там моменты, завод находится в упадке, потому что в него не инвестируют. Он сам по себе, то есть любая вещь, если ее не приводить в порядок и не содержать в нормальном состоянии, она рано или поздно развалится. То, что там сейчас происходит, это фактически отсутствие финансирования. И верить в то, что произойдет чудо вдруг в один прекрасный день и все там наладится, я не верю. Я считаю, что нужно подумать о том, как нужно поступить с этой территорией в центре города. Я считаю, говорил о том, на этой же встрече, я говорил о том, что там можно построить университетские кампусы, о том, что там можно построить место, где бы собиралась молодежка, на которой у меня есть реальная ставка, и которая будет уезжать из города, потому что им здесь делать нечего. Создать здесь такой креативный уголок, где они смогли бы обмениваться, построить технопарк, где они бы смогли разрабатывать программное обеспечение, разрабатывать инженерные. Те же корабли могли бы проектировать, потому что у нас есть компания МДЭМ, которая на сегодняшний день производит как раз инженерные разработки, которая продает их за границу и получает соответствующую прибыль. Поэтому смысл в том, что мы можем долго вспоминать, но если ничего не делать, то оно ничего само собой не произойдет. То, что касается катка, ну, опять же, пользуясь возможностью, я хотел бы сказать, вы разрушили каток. Каток – это бизнес-проект был. Бизнес-проект, который находился в центре города, и которому лично я предлагал руководителю которого выйти его лоббистом, и сказать ему, что мы с депутатским корпусом дошли до того, что мы можем сделать минимальную аренду на землю, вплоть до нулевой, потому что это социально важный объект. Но сам по себе вот этот каток, у него вот это покрытие, оно имеет срок годности – 10 лет, и оно уже отслужило. И, кроме того, большое повышение стоимости электроэнергии повлияло на то, что этот каток нужно было просто закрыть, потому что он перестал быть выгодным бизнесменом, нерентабельным. Поэтому он и закрылся. И впоследствии мы, конечно же, планируем, я думаю, может быть, в следующем году, может быть, через год мы будем проектировать, но уже каток коммунальный и сэндвич-панелей, который будет более экономичный, более энергоэффективный, который сможет работать круглый год, а не только в зимой, когда не нужно тратить огромные ресурсы на электроэнергию, для того, чтобы его охлаждать. Поэтому очень просто судить о каких-то кусочках информации, но гораздо сложнее задуматься над тем, насколько же влияет городская власть на каток, который является частной собственностью. Что может сделать городская власть? Максимум – это снизить стоимость аренды земли, что мы и предложили сделать. Но мы не можем, городская власть не может ни снизить стоимость электроэнергии, ни даже, как мы сейчас всю зиму проработали наш прыжковый бассейн, потому что мы из городского бюджета профинансировали, и бюджет бассейна смог позволить, чтобы прыжковый бассейн, который у нас находится в Водолее, работал всю зиму, и дети занимались, и мы, кроме того, взяли на себя, на городскую программу финансирования целого подразделения. То есть мы создали ставки, мы дали возможность финансировать электроэнергию и прочее, и прочее. То есть мы смотрим, где это можно, где можно сэкономить, где можно дать, чем помочь. Потому что на сегодняшний день в городской собственности нет ни одного бассейна, ни одного. Ни один бассейн в городе не принадлежит городу, коммунальных бассейнов нет. Поэтому стараемся выходить из ситуации. Давайте ответим на следующий звоночек. Добрый вечер в эфире, слушаем вас. Алло? Да, добрый вечер. Добрый вечер. Значит, это беспокоит вас, жители, по улице 6-я Слободская. Нам бы хотелось узнать, как мог Синкевич дать разрешение на установку металлического гаража на детской игровой площадке. Не Биля, не Около, как они отписывают нам в письмах, а именно на. Столько приезжало сюда комиссий. Адрес назовите, пожалуйста. А? Адрес, пожалуйста, назовите. 6-я Слободская, дом 45. Значит, давайте мы проверим этот вопрос. Во-первых. Во-вторых, хочу, чтобы вы понимали. Синкевич, я не знаю, кто вам рассказывает эти истории, не выдает разрешение на установку тех или иных объектов архитектуры. Для этого существует управление архитектурой, которое подготавливает высновок для того, чтобы можно или нельзя. Потом этот вопрос выносится на сессию городского совета. И сессия городского совета принимает решение о выделении земли в аренду или в собственность для того, чтобы установить этот гараж. Всего у нас 54 депутата находятся. И большинством, то есть 27 плюс 1, должен приниматься подобное решение. Синкевич о выдаче земли не регламентирует. То есть я на этот вопрос не влияю. Для этого существуют депутаты, которые занимаются всеми земельными вопросами. Вопросы, значит, выходят через депутатскую земельную комиссию, а потом этот вопрос выходит после того, как его проголосовали позитивно, там дается разрешение. Но в любом случае я проверю, попрошу управление архитектуры, чтобы они проверили, что там действительно за установлен, за гараж такой. И если он установлен незаконно, мы обязательно его демонтируем. Недавно было создано новое управление, точнее новый департамент, функцией которого будет как раз входить и эта функция тоже. То есть проверка законности установки малых архитектурных форм, точнее временных сооружений, к которым относятся и металлические гаражи. И вот как раз плавно мы подошли к законности и незаконности за майские праздники. Достаточно шоковой новостью, надеюсь, наши зрители ее читали или слышали. Это то, что было действительно сделано. Было демонтировано достаточно большое количество рекламных площадей, рекламных конструкций. Давайте вот поподробнее, как это было. То есть ваши комментарии были о том, что в течение одного дня в принципе все смогли сделать. Что же там было, как это происходило и собственно говоря, ждут ли дальнейшие движения, потому что вам постоянно спрашивают, когда вы уберете рекламу, собственно говоря, ну вот была очередная порция. Значит, ну во-первых, я хотел бы сказать, что я считаю, что в этой стране должно быть, чтобы был порядок, в нашей стране нужно уважать право частной собственности. И поэтому те конструкции, на которые выдано законодокументы, которые вот как вот предыдущий наш телезритель, который дозвонился, сказал, вот выдали там разрешение. Действительно, огромное количество разрешений выдано задолго до Сенкевича. Действительно, из тех рекламных конструкций, которые сегодня у нас находятся в городе, процентов 80 на сегодняшний день имеют разрешение законное, а некоторые имеют там вплоть до 25-го года. То есть, фактически, мы не имеем права их сносить. То есть, они находятся законно. То есть, люди получили разрешение, люди получили документы. На сегодняшний день мы не имеем права это делать. Но все, которые заканчиваются разрешением, мы не продлеваем. Мы не продлеваем, потому что я считаю, что засилие рекламы, которое на сегодняшний день есть в городе, оно, во-первых, портит внешний облик города, во-вторых, оно мешает самим рекламистам, потому что оно уменьшает их стоимость услуг за рекламу. И у нас город превращается в сплошную рекламную какую-то помойку. Поэтому мы в дальнейшем будем производить демонтаж, для того, чтобы... У нас очень часто происходит так, что мы подаем на демонтаж исполком, владельцы подают в суд. Суд останавливает решение. И вот эти конструкции, большое количество, которые мы демонтировали, мы должны были демонтировать еще давно, еще полгода назад. Но просто мы боролись в судах, для того, чтобы доказать, что установка этих рекламных конструкций незаконна, либо противоречит государственным строительным нормам. То есть мешает обзору, закрывает светофоры, опасно для людей и так далее. Поэтому я очень рад, что... Видите, как совпало, что вот эти... Вполне возможно, что даже тот гараж, который у нас строится, вполне возможно, что те будки, которые у нас появляются, там, киоски и так далее, что разрешение у них есть и выдано уже очень давно и еще до сих пор работает. На сегодняшний день у нас разрабатывается комплексная схема размещения временных сооружений. На сегодняшний день у нас есть договоренность, что мы продлеваем временное сооружение всем депутатским корпусом и сессией городского совета только на один год, для того, чтобы потихоньку количество этих сооружений уменьшалось. Спасибо. У нас есть еще один звоночек. Добрый вечер в эфире. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я жительница Варваровки, пенсионерка. Значит, по городу люди пенсионного возраста ездят по социальному транспорту, да? А жители Варваровки не имеют такой возможности. Один человек только может маршрутку сесть и проехать, если еще маршрутник скажет, что можно проехать. Понимаете, нам нужно, чтобы какой-то транспорт пустили хотя бы раз в полчаса, хотя бы раз в 40 минут или как-то там, чтобы находил транспорт для пенсионеров. Или, может быть, заниженная цена, или как бы для детей сделали 2,2,50. Нам же тоже как-то обидно. В город ездит транспорт, трамвай. А мы никак не можем этим пользоваться. Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, это вопрос, опять же, то, что вы хотели затронуть. Это вопрос того, что действительно на сегодняшний день средствами городского бюджета нам не обновить весь наш парк общественного транспорта. И именно поэтому была внесена идея, которую мы проработали, которую проработала Агенция развития вместе с Европейским банком реконструкции развития, которую поддержали все единогласно депутаты, которые были. Депутаты, я очень рад, что мы нашли консенсус, и все понимают, что это не проект Цинкевича, это не проект какого-то конкретной политической силы. Это должен быть проект наш, консолидированный всего городского корпуса городских депутатов, городского головы и секретаря все вместе взяты. Потому что это проблема, которая многие долгие годы не решалась, и проблема, которую мы за городской бюджет не решим. Я уже говорил о том, что мы можем купить три троллейбуса, три автобуса в этом году, в следующем году еще три, через 10 лет у нас будет какое-то там количество, но тот, который купили сейчас, через 10 лет уже нужно будет выкидывать. Поэтому нам нужны кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития. Первоначальную редакцию этого проекта кредитного договора это все городской депутатский корпус одобрил. Сейчас мы ждем, пока Европейский банк реконструкции и развития отработает это соглашение и выйдет к нам с конкретным предложением. Приедут консультанты сюда, изучат наш транспорт, то есть транспортную модель нам построят и так далее. То есть на сегодняшний день, к сожалению, у нас управление транспортом находится ну, скажем так, в плачевном состоянии. Сейчас объявлен конкурс на замещение вакантных должностей, начальника управления и так далее. Команда вся, которая должна разработать программу, которая должна заказать разработку транспортной модели, транспортной стратегии развития транспорта. И в рамках этого всего мы должны закупить транспорт. На сегодняшний день проект активно находится на контроле и у депутатского корпуса, и у меня лично. Я очень надеюсь, что до конца года мы будем уже реализуем все необходимые процедуры бумажные. И уже к следующему году мы все-таки приобретем тот необходимый транспорт, который десятки лет горожанам обещали, но никак не могли достать. Ну что ж, спасибо, у нас буквально одна минута. Если есть какие-то, вот что бы вы хотели еще пояснить или рассказать буквально одну минуту. Я хотел бы обратиться к жителям города Николаева о том, что действительно город можно любить свой. Мне очень понравился вопрос, что вы не любите свой город. Я могу сказать о том, что горожане, которые сидя на новых скамейках ногами, которые мы сейчас устанавливаем везде по городу, которые мнут, вырывают урны, которые мы ставим. Я просто считаю, что возле каждой скамейки должна находиться урна. То есть человек посидел, там скушал мороженое, должен выкинуть в урну и недалеко не нести с собой. Мы устанавливаем урну. Сегодня я приехал по Чегрина, по улице Пограничной. Проезжая сегодня, я увидел, что три урны уже сломаны. Их установили на прошлой неделе. Новые урны. Уже три было вырвано с корнями и так далее. Можно ли сказать, что жители, вот такие люди, любят свой город? Наверное, нет. Можно ли сказать, что люди, которые видят, что это делают или которые знают, кто это может сделать, не сообщают об этом в полицию, не говорят, а просто проходит мимо. Можно ли говорить о том, что люди любят свой город, который выбрасывают, не доходя до мусорного бака, оставляют там мешок с мусором? Ну и так далее. На сегодняшний день я считаю, что кроме того, что мы можем максимум вложить свои силы в ЖКХ, мы также должны вкладывать в культуру. И очень часто людей просто обманывают. Посмотрите, кто там пишет, кто там умничает. Те люди, которые десятки лет находились при власти, которые находились или там недавно еще были при власти, которые начинают получать, вот там надо делать так, надо делать так. Почему вы до сих пор этого не сделали? Почему вы не показали пример? Почему вы не гордитесь своими достижениями и рассказываете про то, как надо делать? Берите и делайте. Становитесь, вон, открыты проводятся конкурсы на все позиции, на всех начальников управления департаментов. Участвуйте и показывайте, как нужно делать. Поэтому еще раз прошу у всех жителей Николаева, старайтесь анализировать информацию, которую вам подают. Если звезды зажигаются, значит, это кому-то нужно. Если кто-то печатает ту или иную информацию, значит, кто-то заплатил за это деньги или кто-то, ну, скажем так, чего-то добивается. Старайтесь анализировать, не воспринимайте все так просто, что Сенкевич все решает в этом городе. Так построена система власти, что противовесы есть. То есть, не может городской голова управлять и решать всеми вопросами. Зачем тогда нужен депутатский корпус? То есть, вот именно, вот старайтесь получать информацию. Именно то, что многие не хотят анализировать информацию, именно этим пользуются плохие люди, которые желают ей манипулировать и заставлять воздумать на черное-белое, на белое-черное. Эпоха оголтелого популизма. Что ж, спасибо большое, Александр Федорович, за то, что были с нами. Спасибо зрителям за вашу активность, за ваши вопросы, за острые вопросы. Мы в прямом эфире, как вы видите, ничего не скрываем. Поэтому, собственно говоря, мы этот проект и запустили. Вот ему уже больше года и, слава Богу, ну вот, собственно говоря, никто не убегает из эфиров, как это было раньше, от неудобных вопросов. На все вопросы мы стараемся ответить. Мы постараемся в следующих программах обязательно поговорить с управлением ЖКХ, с профильным замом, потому что у нас достаточно много вопросов по ЖКХ накопилось. И что ж, спасибо, что были с нами. Телеканал Николаев, с нами всегда интересно. Не переключайтесь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok